Ты понимаешь, что сейчас на тебя будет смотреть весь Советский Союз? И я отсидела в полоборота к трибуне, где Вольфович слюной брызжил. Это просто мой клиент. Я говорю, тут полгосдума, я говорю, ваши клиенты. У меня внучка младшая появилась. Очень рада за омский авангард. Я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь. Я давно ее из своей жизни вычеркнула. Это дорого, это очень дорогое удовольствие для страны. От того, что у меня не было кружевного белья, я себя ущемленной не чувствовала. Я знала, что я сейчас выйду на лед и их всех разотру. Я закончила заниматься спортом абсолютно удовлетворенной. Ирина Константиновна, спасибо, что нашли время. В какой момент фигурное катание из вида спорта для здоровья стало фигурным катанием как спортом? Во-первых, спасибо за приглашение. Ну, наверное, когда выиграла чемпионат мира и Европе первый раз. То есть это 69-й? 69-й год, да. Потому что уже тогда надо было решать или продолжать. А если продолжать, то, понятное дело, это олимпийский цикл. Ну, то есть, по крайней мере, до 72-го года это все откладывается. Учеба становится в два раза сложнее. Естественно, планы все в жизни меняются. Потому что папа у меня очень был против, чтобы я продолжала кататься. Он считал, что я достигла уже того, о чем даже и не мечтали. И он так это и сказал Жуку. С Жуком было просто плохо. Но я должна сказать, что, наверное, меня это все время и спасало. Потому что каждый год у меня папа спрашивал. Ну, это последний сезон. Да, вот если сейчас больше родители там ведут своих детей, сопровождают. То у меня всегда у родителей было наоборот. Если это не мешает учебе. Если я успеваю все и то, и другое. Если это уже не совсем разрез со здоровьем. Начинали как одиночницы. Естественно, все начинают. Все начинают. Недавно общался с Димой Соловьевым, который тоже начинал как одиночник. Но ушел в танцы после травмы, потому что понял, что прыгать не можешь. И он как раз рассказывал, что не можешь в одиночниках, идешь в танцы. Как у вас получилось, что из одиночников пары? Чуть-чуть другое, потому что танцы, во-первых, был не олимпийский вид спорта. Но, наверное, в тот момент, когда я даже стала заниматься парным катанием, о олимпийских играх никто не мечтал. Но у нас такие корифеи, если можно сказать, в фигурном катании, это были одиночники. Естественно, это надо красиво эти фигуры все исполнять. И, естественно, достаточно сложная техника. Для прыжков нужны совершенно другие данные. Но вот с фигурами у меня была вообще бета. Прыжки более-менее. Я как раз всегда по фигурам где-то там во втором десятке, а за счет произвольного катания уже выходила там куда-то на третьи, пятые места в одиночном катании. Но следующий еще такой момент – рост. Вот, знаете, как мне в свое время Зайцев сказал, что из всех зол надо выбирать самое маленькое. Поэтому он выбрал вас? Ну, вообще-то я его выбрала. Но дело не в этом. То есть маленький рост, он уже как бы предпочтительнее для парного катания. А вот в танце, кто не мог ни прыгать, ни кататься, ничего делать, те шли в танце. То есть совсем уже? Совсем, да. Мы так их и по-своему называли. Шутили, конечно, да, что это у нас группа олимпийского здоровья. Потому что вот эти позиции вечные. Но так как я тренировалась в группе у Тарасовой, то мы очень часто утром лед, ну, как бы делили вместе с танцами на льду. И вот это ум-па-па-ум-па, один и тот же ритм. Потому что вот они с утра отрабатывали обязательные танцы, которых сейчас нету. А это вот целая группа. Группа была вальсовых, значит, танцев. Группа была танго-марши. И вот каждую группу. Потому что на соревнованиях эти группы жеребились. Не то, что как сейчас приехали, оригинальный танец. Или как еще до этого было, значит, один обязательный, который был по жеребьевке за год до сезона. И один оригинальный танец. Раньше приезжали так, жеребились. Какие танцевальные группы вытаскивали? Никто не знал. А их там было, ну, где-то, наверное, около 16 танцев. То же самое было и в обязательных фигурах тоже. Какая группа жеребилась. Да, там тоже их было под 40. Боевое крещение. Это 68-69. В момент, когда впервые обыграли Глауслу Портопопова. Ну, впервые обыграли в 69-м. Но даже, наверное, не потому что мы их обыграли. У нас всегда Жук, во-первых, учил, что если мы соревнуемся, то только самим собой. Он никогда не показывал и не указывал, как надо побеждать соперника. Но он всегда показывал сильные стороны соперников. Вот он нам очень хорошо, четко ориентировал, что вот так, как катается Белоусова с Портопоповым, мы никогда не сможем. И в силу возраста, и в силу совершенно других технических и физических данных. Вот. И поэтому он сразу сказал, типа, ну, питерские они все же, мы пойдем другим путем. Вот его путь был как раз более такой вот техничный, более спортивный. И поэтому крещение-то оно произошло, наверное, именно вот в 68-м году на чемпионате Европы. В Швеции. В Швеции, да. Знаете, остались впечатления очень тяжелые, потому что коротко в программу мы когда откатали, мы вдруг оказались на третьем месте, что я совершенно, вот, знаете, наверное, вот я не ехала так и не раскладывала, с кем я что буду. Для меня всегда стояла только одна задача – выполнить то, что у нас есть в программе. Программа была действительно достаточно сложная. Вот после короткой программы, знаете, то есть те спортсмены, на которых я до этого смотрела только по телевидению, я вдруг оказалась среди них. Произвольная программа, конечно, это такой, для меня это был просто шок. Тем более я очень хорошо запомнила, значит, Леша начал так экономить свои силы, потому что мы даже отказались от тренировки. И этот мощный такой жук со своим мнением вдруг он сдался. Да, ну ладно, давайте силы поэкономим. И при моей вообще вот мышечной структуре, то, что я весь день не тренировалась, то есть у меня не было вот какого-то выхлеста, и он оказался только на старте. Ну, наверное, это одно из самых худших катаний своих, я могу назвать, хотя мы как бы ни с чего не упали. Но вот везде было очень много всяких недоделок, вот, знаете, грязная такая программа была. И потом еще перед стартом мы так стоим, готовимся, у нас старший тренер, мне говорит, Ира, ты понимаешь, что сейчас на тебя будет смотреть весь Советский Союз? У нас с детства в комнате висела карта Советского Союза. Потому что я, когда совсем была, видно, больная, фруктов, овощей не было никаких зимой. Вот единственное, что клюкву с сахаром. Ну, сами понимаете, радость еще та. Поэтому я ягоду в рот, а ягоду в стенку. А так как это были мелом накатанные такие, вот, обоев не было, значит, краской, как говорится, не красили, а вот такой меловой какой-то накат был. И клюква это все стала разъедать, и это нужно было уже делать ремонт. И папа просто повесил вот эту карту Советского Союза. Вот, знаете, когда кушать не хотелось, очень хорошо было смотреть. Мух сел, и вот она ползет. Я, честно говоря, вот настолько хорошо выучила географию. Тем более она была, карта не просто там территории Советского Союза, республики, крупные города, потому что каждый город в зависимости от численности по-разному обозначался, все железные дороги. Карта была еще с полезными ископаемыми, которые у нас добывались вот на территории Советского Союза. Я как вот это представила, там, два с половиной метра, да, от Копчатки до Калининграда. Ну вот это меня точно прибило. Это не помогло, не вдохновило. Не надо было. Наоборот, да. Потом уже, когда ты знаешь, что ждут, что тебе много желают хорошего, это, наоборот, помогает. А когда ты к этому не готов, то вот эта громадина, она вот буквально тебя придавливает. Я читал в вашей книге, что там же в Швеции вы испытали такой культурный шок, когда первый раз зашли в раздевалку, увидели... Ну, это не культурный шок. Вы знаете, это... Наверное, я не знаю, как это у мужчин, у мальчиков в раздевалке, но девочки, мы же сразу сканируем, мы все видим, все оцениваем, да, и мы прекрасно... Я прекрасно понимаю, что у меня совсем не то белье, чтобы я вот так могла красиво, спокойно переодеваться, как это делали спортсменки там и из других стран. Но я могу сказать, знаете, вот сейчас уже, знаете, от того, что у меня не было кружевного белья, я себя ущемленной не чувствовала. Я знала, что я сейчас выйду на лед и их всех разотру. Вот буквально, да, потому что скорость у нас была больше, мы были намного физически лучше подготовлены, программа была сложнее. Поэтому, ну, окей, в следующий раз я это стала делать по-другому, пока мы хоть какие-то деньги не получили, пошли купили то, что может любую женщину украсить. Но не было такого, что объяснить той же федерации, что... А при чем тут федерация? Ну, это же в том числе и имидж страны, потому что вы заходите и должны чувствовать себя уверенно среди других спортсменов. Знаете, имидж страны, когда ты выходишь на старт и показываешь результат. Все остальное – это твои личные психологические моменты. Насколько ты с ними справляешься, а вот федерация или страна – это не няньки. Это те, которые федерация представляет в фигурное катание Советского Союза международной организации. Они что, нам нос должны подтирать? Может, поэтому мы все время и радуемся сейчас четвертым, шестым местам? И есть такое выражение – спорт есть спорт, да? Вы знаете, я уже когда закончила выступать, я услышала, что главное не победа, а участие. Нам никто такие задачи не ставил. Даже такого выражения никто не говорил. Хоть я ни один раз принимала участие на Олимпийских играх. Мы туда ехали только побеждать. Иначе нас никто не направит. И мы даже в планах себе писали, мы не могли. Я когда вот, помню, несколько лет назад увидела, что там вилка ставится от третьего до восьмого места. У нас вилка была два места. Первое и второе. Первое и второе. Или в крайнем случае, вот мы ехали первый раз, да, у нас стояло третье и пятое. Но не ниже. Ниже шестого страна даже и не посылала, потому что зачем тратить деньги? Это дорого. Это очень дорогое удовольствие для страны. Чемпионат СССР 69-го или Чемпионат мира 69-го, когда второй раз обыграли Белоусу Брата Попова. Какой турнир эмоционально запомнился больше? Наверное, Чемпионат Советского Союза. Потому что Чемпионат мира – это первый раз. Опять же, все, что первый раз, непонятно. И, ну, как бы, мы когда летели на Чемпионат мира, на Европу жука не было с нами, а на мир его уже выпустили. Разрешили. Разрешили, да. И мы летим в самолете, и он мне говорит, ну, какие у тебя планы? Я говорю, ну, вот хорошо бы серебро. Он говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, ну, смотрите, бронзы на Чемпионате Советского Союза, золото на Европе, вот для полного комплекта хорошо бы серебро. Ну, в общем, он понял, что со мной на эту тему лучше не разговаривать, потому что, может быть, никогда я и не мои родители, и даже жук никогда не говорил о местах, о программе, о сложности, о выполнении, о чистоте, о стабильности, исполнении элементов, о скорости. Вот об этом, да, всегда говорилось. А вот так, что вот прямо первое место, первое место такого никогда не было. Ваши первые мысли, когда вы поняли, что стали лучшими в мире? А мы не сразу поняли. Во-первых, тогда не было интернета, и не было быстрого вычисления, да. Почему всегда после, особенно вот первый день, вернее, второй день, когда пары выигрывали, всегда были, если вы вспомните, перед награждением были показательные выступления. Считали? Да, считали, это точно. Вот поэтому как раз в первый день, когда пары выигрывали, значит, выступал кто-то из местных, значит, предлагали, а уже на второй день, там, перед награждением мужчин, каталось три первых номера парного катания, потом три первых номера танца и одиночники. То есть вот этих три номера нужны были для того, чтобы подсчитать. Но в момент, когда объявили результат? Вы знаете, получилось так, что мы же тоже все познавали. В Америке начинают награждать с первого места. То есть неправильно сказал, с третьего места. И объявляют белоусов протопов. И они вышли, сделали поклоны, и встали около пьедестала почета. То есть они тоже не понимают, на какое место. Нам никто ничего, знаете, весь ужас там. Объявляют пару и все. Да. Следующий объявляет Москвина Мишин. Они так быстренько свои эти делают книгсоны и смело встают на второе место. Ну, то есть в любом случае, да, с какой стороны не зайди. Ну, и последних вызывает нас с Сулановым. И я, когда делаю поклоны, я говорю, Лешка, да, вставать. Он мне говорит, ну, давай встанем на первую. Если что, говорит, подведу. И мы так нагло встали на эту первую ступеньку. Никто нас не согнал. И белоусов протопов уже ничего не оставалось, как встать на третью ступеньку. В раздевалке какая была реакция? Знаете, реакция очень тяжелая была в раздевалке вот на чемпионате Европы, потому что в Гармешпатенкирхане там организаторы как? На страну или там на две страны, если небольшие команды. Вот у нас была одна раздевалка. На всех. И юноши, и девушки, да, вот сборная команды Советского Союза. И после награждений, и после пресс-конференции уже никого не было. Вот мы пришли только вот три пары. Какая-то такая гробовая тишина. Во-первых, нас вообще даже никто не поздравил, но кроме там вот начальника команды ЦСКА был Виктор Иванович Рыжкин, был Эдик Плиннер, тренер, Жука же не было. И мы пришли в раздевалку, я помню, с Лешей. Мы даже не стали, просто ботинки с коньками сняли, и прям как были в костюмах, одели к пальто и быстро убежали, потому что такая была какая-то гнетущая обстановка. Когда дошли до гостиницы, городок ведь маленький, значит, нас только встретили, хозяева гостиницы подарили нам громадный букет цветов. На следующий день на утром, на завтрак мы выходим и все так нормально сидят, завтракают. В основном там какие-то гости, туристы в гостинице и вот сборная команда нашей страны. И только когда в середине дня вот пришла телеграмма от председателя Госкомспорта Павлова Сергея Павловича, что нас поздравляют и что самое удивительное, нам присваивают звание заслуженный мастер спорта. Это вообще, понимаете, ну что, чемпионат Европы. Почему мы сейчас так подчеркиваем, что я заслуженный мастер спорта Советского Союза, а не России, потому что ты мог даже выиграть чемпионат мира, но если это командные соревнования, то не давали заслуженного. Только Олимпийские игры, первое, второе место и чемпионаты мира и индивидуальные виды спорта. Я помню. Тут за чемпионат Европы вдруг, да, ну как бы потом нам объяснили, что раз мы обыграли заслуженных, то нам так вот и присвоили это звание. Но я еще не имела на руках документов, я не выполнила норму мастера спорта. Потому что выполнить норму, норматив мастера спорта в Советском Союзе тоже они были очень тяжелые. У нас даже на чемпионате Советского Союза вот идет, например, награждение. И там, когда объявляют победителей, и говорили, что там пара или спортсмен подтвердили или выполнили норматив мастера спорта. То есть настолько были высоки. то, что сейчас это просто, ну, я не знаю, перенство Жека какое-то идет. Вы в книге очень ярко описали свои эмоции от Протопопова после их первого поражения. Действительно, прям, настолько мощная это была картина, когда вы зашли в раздевалку и увидели? Знаете, когда раздевалка, там же, в общем-то, так нельзя сказать, что прямо полное электричество, да, и он так стоит, но это действительно как-то, ну, стоит человек или непонятно висит, стоит и выше где-то еще голова как-то так набок, потому что, видно, он потолок или лампочки боялся затронуть. Поэтому я поняла, что лучше оттуда уходить быстро. А вы с ним не общались? Знаете, мы не общались, честно говоря, никогда. Потому что, когда вот мы только появились, то я была ученицей Жука. Жук и Протопопов они вот абсолютно друг друга не воспринимали, хотя был год 1962-й, когда первый раз Протопопов стал серебряным призером чемпионата мира, к этому чемпионату его готовил Жук как раз. Что у них там произошло, я не знаю, но вот этот, эта конкуренция, она, конечно, дала много. Я почему всегда говорю, что нам нужно соперничество и конкуренция. Но не бывает спокойно в идиле рождаться, чтобы вот что-то мощное и такое сильное. Да, у нас сейчас как бы наоборот для спортсменов создают более комфортные условия для работы, да, но у нас сражаются болельщики между собой, это в основном в интернете. Вот, а там так не было. А потом, когда мы обыграли, ну, не знаю, у нас не было никогда никаких общих интересов, у нас большая разница в возрасте. Билла, ну, так как мы были в раздевалке в одной, ну, могу сказать, что к ней все с таким особым пиететом и уважением, то есть у нас не было такого, что я обыграла и ты теперь тут, это для меня никто. Все равно это были очень уважаемые люди. Когда вернулись в Союз после победы, Жук что сказал? Ну, мы после победы мы еще были там, а потом мы поехали в турне вот с показательного выступления, это Канада-Америка, а потом еще и полу-Европы. Ну, вот как раз мы приехали, последние показательные были в Москве, и мне как раз папа и сказал, что хватит дочь заниматься спортом. Когда он говорил слово дочь, это я уже как политработник, я уже понимала, что какой-то серьезный разговор. и вот на следующий день я это сказала Жуку, ну, с ним было, ну, такое, шок был. Ну, а в принципе, потом, конечно, стали уже планы, у нас май месяц, это всегда подготовка планов, что, как, на следующий год, что менять, что оставлять, где ошибки разбирали, где было недочет, или слабая наша сторона, да, потому что, ну, у каждого есть слабая и сильная сторона. Вот то, что очень здорово Жук всегда объяснял, вот, говорит, берешь и выписываешь в один столбик свои минусы, а в другой столбик свои плюсы, и берешь вот своих, как бы, ближайших соперников, их плюсы и их минусы, и вот смотри, какие ты минусы можешь превратить в плюсы. Плюсы уже есть, а теперь из тех минусов надо вот тоже делать еще большее количество плюсов. У вас в тот момент мог получиться достаточно серьезный минус, когда Уланов начал встречаться со Смирновой и предложил ей встать в пару. Это был в 68-м году. В 68-м. Да, это уже прошедший этап. После того, как выиграл, он на какое-то время утихомирился. И дальше уже, собственно, мотивация выступления на Олимпийских игр оставила вашу пару в неприкосновенности. Ну, наверное, но, по крайней мере, знаете, как-то, конечно, мы видели как Протопопов, который четыре года подряд был лидером в парном катании. Вообще, если брать пары и танцы, то у нас это нормально, когда идет лидерство несколько сезонов. Я не говорю, что это легко и что это как правило, но это все-таки пары и танцы более стабильные, чем одиночные катания. Потому что вот это коллективное катание, коллективная ответственность, коллективный труд, он дает больше гарантии стабильности. Одиночники, они вот могут так, могут и так. Но здесь получается же, что у вас началась конкуренция, в которой по обе стороны получилась семья. И Ланов фактически конкурировал со своей на тот момент будущей, а потом уже и женой. Слушайте, так далеко мы никогда не копали, ей-боку. Это уже вот журналисты начинают. Мы работали, потому что 70-й год был достаточно сложный. Вот есть такое выражение, и оно действительно это не выражение, это 100%. Тяжело выиграть. Еще куда тяжелее подтвердить, потому что от тебя уже многое ждут. Если в 69-м году я приехала на чемпионат мира, да мне, честно говоря, все было в кайфе. А уже в 70-м мы приехали, уже вот я просто чувствовала, что вот за нами все время как магнит, все следят, все смотрят, оценивают тебя, да, не просто вот твои возможности. Ничего нового не показали. Хуже или лучше, чем в прошлом году. Вот это очень сложный 70-й год был для нас. И наши амбиции, и наши желания что-то там сделать, они не всегда вот выходили именно в хорошую форму, в хорошие показатели на соревнованиях. Поэтому там кто с кем катался, вот скажу честно, вообще даже. В какой момент вы почувствовали свою популярность в Союзе? Ну вот когда с чемпионата мира вернулись, то да, стало известное. Тем более, слушайте, машин-то до своих не было, значит, это метро, автобусы, троллейбусы, это в тот же институт приходишь, но в институте там полинститута таких, как мы. на катке уже, естественно, дети к тебе другие начинают по-другому относиться. Но вы знаете, у популярности вот когда говорят две стороны медали, я считаю, что вот другая сторона, она вдруг оказывается больше. Потому что вот эта, которая блестит, она очень временная. Вот опять же Жукову нам очень хорошо внушил, по крайней мере мне, что вот пока ты на пьедестале ты чемпион, как только ты с него спускаешься, ты уже нет. Ты уже кандидат на следующий год попадания в команду. И все заново. И все заново, абсолютно. А может быть, даже не заново, а все тяжелее. Вот поэтому вот эта вот такая красивая сторона медали, она очень короткая. Вот то, что с той стороны выясняется, что она по размеру намного больше и темнее. Вы понимали в тот момент, что ваша работа с Жуком это по большому счету революция в парном катании? Нет. С технической точки зрения, с точки зрения скорости, набора элементов. Вы знаете, мы по поводу революции не говорили, хватит революции в нашей стране и так было. Но то, что когда он нам сказал, что сейчас доминирует стиль Белоуса у Протопов, значит, нам надо идти буквально другим путем. То есть плюс Жук, он ведь еще, знаете, как относился. Вот у них четыре прыжка, значит, у вас должно быть восемь. У них три поддержки, у вас должно быть шесть. Тут всего два его. Поэтому у нас чисто в техническом плане у нас был такой запас, что мы прекрасно понимали, что один элемент, если мы не очень хорошо выполним, у нас все равно большой запас. Художественную часть Жук меньше, и на этом у них с Лешей были больше всего, наверное, разногласия и даже конфликты. Станислав Алексеевич, он для меня, что было абсолютно удивительно, я это не сразу поняла, он не слышал музыки. Если там у нас Чайковская, Тарасова, Наталья Дубова, такие тренеры, они программы делали от музыки, музыка давала импульс для программы, то у ЖК программа делалась от того количества элементов, которые у тебя есть. Может быть, это, кстати, и помогло в ситуации, когда музыка пропала у вас? Это не в этом. Мы очень часто на тренировках катались без музыки льда не было. Знаете, когда все катаются на льду, то все должны пройти под музыку какие-то, то есть тебе в течение тренировки не всегда удавалось по несколько раз кататься под музыку. Значит, мы что-то катали под музыку, а что-то мы катали без музыки. Вот, но ЖУК очень четко, я помню, когда он пришел, он говорит, значит, так, у вас первая часть программы, потому что тогда же по правилам мы должны были в произвольной программе показать как минимум четыре разных музыкальных отрезков, разного музыкального темпа, поэтому у нас программы были нарезаны из музыки такой вот лоскутики, винегрет абсолютный. И Станислав Алексеевич очень любил соединять несоединяемое, вот в этом он, конечно, абсолютно революционер. И когда он пришел, сказал, вот первая часть там, музыка где-то минута 15 секунд что-то была, потому что она была самая тяжелая, там, когда он сказал, у вас там 36 восьмерок, я говорю, каких восьмерок? Он говорит, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, вот он все просчитал, да, вот сколько нам времени надо на разбег, сколько мы выполняем поддержку, сколько времени на разбег на прыжки, сколько там каскад прыжков, то есть вот это все было абсолютно у него просчитано. Медленная часть он тогда сказал, что это 36 шестерочек или еще что-то, ну, вот, понимаете, я считаю, можно над этим и смеяться, я тогда была в шоке, но он, понимая, зная свою особенную, что он не настолько музыкально это все воспринимает, он пошел другим путем, он нашел совершенно, ну, я не говорю, что идеальный, но выход, который давал результат. Судьба была встретить Зайцева следующим партнером после выхода? не судьба, Зайцева отбирал жук, и я совершенно, когда вот он только пришел на каток, потому что у Жука каталось еще несколько девочек, которые он планировал потом в пару, да, Надя Горшкова, и поэтому у нас периодически кто-то появлялся, там, одиночники, или какие-то даже парники, ребята и девчонки, и я абсолютно была уверена, что вот Зайцев для вот Надя Горшкова, потому что и он длинноногий, и она такая длинноногая, ну и, во-первых, моложе, да, но он тогда говорит, ну попробуй с ним, а то он ничего не понимает, говорю, он ничего не понимает, ну вот мы попробовали, и, знаете, как-то так допробовались, допробовались, да, сразу поняли, что это ваш человек? Нет, партнер, да, А человек сколько ушло времени? Я думаю, долго бы уходило время, если бы не его настырность, вот здесь он оказался настырный. Шустрый. Но вы же сказали, вы его выбрали. Для парного катания. А для жизни уже он? Да. Инициатива от него исходила? Больше, да. Когда Жук понял, что у вас складываются личные отношения, не препятствовал? А он и не понял. Не понял? Не понял. Он понял одно, что он теряет надо мной какую-то власть, над парой. Даже не власть, а вот это вот лидерство, контроль. Это стало причиной ухода? Ну, в общем-то, да, потому что пошел процесс укрощения строптивой, и процесс занял достаточно много времени. Вот, и... Вы говорили, что у него в тот момент изменилось поведение. В чем это выражалось? Вы знаете, он мне, например, я тогда даже и не сразу на это среагировала, потому что он много чего говорил. Он же всегда должен был кому-то что-то высказывать. И когда он высказывал, я уже зная его, я сидела и ждала, когда наступит хоть какая-то пауза. Тогда я уже выкладывала, вступала, и уже меня было сложно остановить. Потом он же очень... Это сначала он был нечитаемый, а потом он для меня стал достаточно хорошо читаемый, а я для него перестала быть читаемой. И когда он мне тогда сказал, ты понимаешь, в чем дело? Ну, вот, сделаю я пару роднина зайцев. Ну, все же будут говорить, что это роднина. Я говорю, как, кстати, Слава Сеевич, мы же вот это вместе работаем. Нет, опять скажут, вот, роднина. А вот если я сделаю пару там, какую-то другую, имена называют, будут говорить, что это жук сделал. Я говорю, это все, что вас занимает? Я говорю, а как же вот совместная работа, пятая, десятая, но вот какие-то пошли такие моменты. Потом, конечно, пошли другие, более сложные моменты. Друзей много, все же хотят отметить, приблизиться. У нас, знаете, как это народ внимание свое проявляет. Ну, конечно, сказать, что я выбивал с жуком. Все. Я не знаю, что они говорили, но явно пошли такие моменты. Как вы жуку сказали, что уходите? А все вот так подошло. Как-то все самой подошло. Мы должны были ехать в Вену на показательное выступление. Там газета «Фолькштиме» от Советского Союза. Мы все время с Улановым, потом с Зайцевым ездили в Вену на праздник газеты «Фолькштиме», а Пахомово с Горшковым ездили «Яманите» в Париже. И вдруг все уже как бы решено, и мы вдруг узнаем, мне позвонил Рыжкин Виктор Иванович, начальник команды фигурного катания ЦСКА, Ира, мне приказ вас остановить. Я говорю, а мы уже типа границу проходим. Он говорит, «Ну и проходите». И когда мы вернулись, и я узнала, что вот он, почему он хотел, потому что Зайцев уже был военный, что типа нету приказа, и он самовольно, да плюс уехал за границу. Но это уже было последнее, когда уже мы идем на такие моменты. И я прямо сразу же прилетела, пошла к Сергею Павловичу Павлову, председателю Госконспорта. Он говорит, «Я абсолютно тебя поддерживаю, я просто рассказала, что и как». Он говорит, «Ну, вы же ЦСКАН». Вы знаете, это просто течение обстоятельств. И потом я поняла, что когда ты начинаешь свое отстаивать, у тебя нет преград. Я не знаю, как я попала в Генштаб. В этот момент там было совещание стран Варшавского договора, все министры. И я попала и в переходе буквально успела пересечься с Гречко, который сказал, «Мне без разницы, где вы тренируетесь? Вы за кого будете выступать?» Я говорю, «Как за кого?» «За ЦСКА». «Выигрывать будешь?» Я говорю, «Буду». Он говорит, «Все». Вот это решился вопрос буквально. И мы уже вечером были на... Дальше после этого мы поехали к Тарасовой, сказали, вот что такое, вот такая у нас ситуация. И вечером мы уже у нее были на тренировке. Почему Тарасова? Просто это такой блиц-крик абсолютно. Почему Тарасова? Молодая, начинающая? Нет. Мне нравилась у Тарасовой очень программа, которую она делала своим спортсменам. Потому что у Жука у нас таких программ не было. Вот я шла исключительно за программой. Прыгать и как бы техника достаточно уже устоявшиеся. Отдать должное все-таки Жук. Я, наверное, была одна из немногих, если можно сказать, не единственная, который учил работать. Объяснял, почему надо это, в каких объемах, почему это, почему это работа здесь, а это работа здесь. Когда скоростная, когда силовая работа идет, как высчитывать программу, как строить план нагрузок. То есть в этом плане я была абсолютно вот как бы подготовлена. Другой вопрос, что ты подготовлена, но ты работаешь с тренером, а тут эта подготовка ложится уже и эти знания полностью на твои ответственности. Потому что, конечно, и Саша очень хотел, он Саша Динамовец, очень хотел к Чайковской Леониду Тольной. И Леониду Тольной и мне бы было бы, наверное, очень интересно. Но я не люблю ничего делить. а у Чайковской Пахомова с Горшком и Ковалев и еще Леонидчук с Карпоносом. Это все свои ученики. Куда я там всунусь? А у Тарасовой никого? Тарасовой были там совсем молодые. Моисеева с Минком, которого только-только. И была Бойтюк-Жигалин, танцевальная пара и еще там какие-то такие ребята, которые... То есть я понимала, что я иду, и этот тренер будет работать на меня. Тренер будет работать на вас или вы будете руководить тренером? Ведь вы же сильнее, как личность в тот момент. тренером без лук руководить. В таком возрасте уже и в таком уровне это должна быть очень хорошая, хорошие компаньоны. Да, никто никем не должен руководить. Это когда маленькие ребята, когда их надо научить, когда вот их неуверенность или не хочу или еще что-то надо переломить и переубедить, потому что со стороны лучше видно. А когда уже таком, эта работа идет совместно. Я могу сказать, что и Жиком мы последние годы вот как бы все равно мы все обсуждали. Я не могла выйти на тренировку там или начинать сезон, если у меня четкого нет плана и понимания, что мы должны делать. Но вы же приходили к Тарасовой уже состоявшимся спортсменом, звездой, чемпионкой и всего, чего только можно себе представить. Я пришла к Тарасовой без программы, без музыки, с партнером, которого надо еще вести, тянуть, к тренеру, который не будет как китайская стена тебя защищать, потому что она просто это не умеет и нет у нее таких полномочий, и к тренеру, который со спортсменами такого уровня никогда не работал. Мы оба шли, обе, и она, и я, мы шли на колоссальный риск. И здесь как раз риск и ее желание утвердиться и показать, что это не зря, и мое желание, что это мой правильный выбор, а не просто, знаете, хочу сегодня здесь потренируюсь, хочу сегодня здесь потренируюсь. вот и ей, и мне надо было отстаивать наше решение, наше мнение и наш выбор. Разница тренировок у Жука и Тараса колоссальная. У Жука рассказы про палку это фигуральные или реальные? нет, Все, что угодно можно говорить. Он мог орать, как и бешеный. Я помню, даже у нас же Сенгазета была в команде. Вот я тогда что-то стишок такой подглядела, что жук стремительный важен, электричеством заряжен, там что-то может он ударить током, как испорченный утюг. Вот он такой, очень импульсивный, очень требовательный, у него самодурства практически не было, только если он когда-то терял контроль над собой. Вот тогда начиналось самодурство. Татьяна Анатольевна у нее все эмоционально. У нее какой-то продуманной линии, логики, поступков, движений, высчитанных каких-то просчитанных действий программ практически нет. Ну, по крайней мере, тогда не было, сейчас не знаю. Но это же был все-таки там какой, 74-й год, да, уже, видите, сколько времени прошло. Но, тем не менее, вы прошли с ней достаточно серьезный путь. Ну, серьезный, да, кататься хотелось. В какой момент разошлись взгляды? Ну, мы уже начали очень тяжело работать, наверное, 76-го года. То есть, у вас получился такой напряженный олимпийский цикл? Ну, мы уже программы сами начали делать, мы сами подбирали Саше музыку, да, мы в этом плане, еще плюс, как семья, мы монолит в этом плане были. Да, и поэтому мы приходили и работали. Красота, эмоции, а если чуть-чуть отмотать назад и момент, когда вы перепутали левый с правым ботинком и посыпалось стекло? А, ну, это был чемпионат Советского Союза в славном городе Ленинграде. Ну, посыпалось, видите, все-таки что-то надо мной там есть, чтобы меня спасло, и что я ботинок не с левой ноги стала одевать, как обычно, а с правой. Так могло быть хуже. Узнали кто? Нет. Слушай, ты зачем этим рассмотреть? Даже неинтересно было? Даже неинтересно. Зачем? Мне надо было быстро готовиться к старту, и все. Вот вы молодая девушка, переодеваетесь, готовитесь к старту, и вдруг у вас битая лампочка высыпается из ботинка. Ну, высыпается, мне же сейчас через несколько минут на старт. У меня уже там все. То есть никакого ни страха, ничего? Ну, видите, стекло высыпали, на льду стекла нет. В ботинке больше тоже нет. Да. Потом проверяли ботинки? какое-то время на автомате. Потом уже с времени, если даже сейчас вы посмотрите, все спортсмены ходят со своими ботинками. Уже в раздевалках их никто не оставляет. Может, ничего и не делают, но лучше сбереженного Бог бережет. неужели 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 до такой степени зависти и конкуренция внутри одной команды могла к таким вещам приводить? Всякое было. И с этим справлялись тоже. вы когда приехали в США могли себе представить, что в США по телевидению будут показывать сюжеты о вашей свадьбе? Ну, наверное, потому что у них спортивного телевидения значительно больше, да, и показывают, они готовятся всегда заранее, и это сейчас у нас стали делать какие-то такие зарисовки о каждом спортсмене, который может претендовать на высокие места. У нас же не было тогда такого телевидения. У нас спортивная редакция, это в основном была трансляция каких-то соревнований. А у них такое количество спортивных каналов, что мама не горюй. Вы представляли, что такой ажиотаж будет вокруг вашей свадьбы с Зайцом? Да нет, конечно. Я еще помню, что мы катались, у нас как раз перед этим два дня были показательные выступления, вот мы там стоим на льду, и я ему говорю, вот мы еще этим приглашение не передали, вот этим не передали. Сколько человек было на свадьбе? Много. Много. Гуляли хорошо. Ну, плюс-минус там, 100-200. Ну, где-то человек, ну, за 100 точно, 150, наверное, так. Ну, вся сборная, ребята там, спортсмены другие, тренеры, ну, у нас вообще очень дружная команда, да, вот сейчас есть такое, все копаются, там, ну, стекло развели, ну, развели все, проехали. Это в прошлом? Это в прошлом, да, вот, я могу сказать, и Жук нас всегда учил, ведь в нашем виде спорта, знаете, потрясающее правило, падение не препятствует победе. Встал, если ты упал, поехал и быстро включаешься. Думать о том, что произошло, уже все, проехали. Уже вот на это не надо тратить силы, потом, когда закончишь соревнование, ты начнешь разбирать, почему это произошло. Но заниматься этим в момент, вот, ты сам себя, ну, как он сказать, разбираешь тогда по вот этим кусочкам, ты не готов, ты не можешь быть единым целым, когда ты идешь на старт. А ты должен быть абсолютно вот как шаровая молния, не дай бог, причем идешь, действительно, все сжигаешь, но никого к себе не допускаешь. Ругнул на свадьбе? Не помню, но приглашение было точно. Сейчас я вот уже сколько лет прошло. Что запомнилось больше всего? Чтобы я читал совершенно какие-то фантастические истории о том, что там кто-то выпадал из окна. Из окна, да, это, ну, где у нас был тогда такой центральный дворец-брак сочетания, как же это? Который Грибоедовский? Грибоедовский, да. И там напротив были двухэтажные домики, и вот бабушка там все выглядывала, выглядывала и вывалилась. Но хорошо, народ было много. Все равно людей упало. Да. А из самой свадьбы что запомнилось? я помню, что мы еще когда вышли, там же вот эта лестница очень большая Грибоедовская, да, парадная такая, и я пошла, ну, знаете, я больше хожу в брюках, в длинных юбках, я вообще это не понимаю, да, и тут я когда по этой лестнице стала подниматься, на этой лесенке я встала на платье, на второй еще, еще, и я уже понимаю, что я сейчас буду падать, потому что в этой руке у меня цветы, тут это фата, кошмар, конечно, все это, и вот это я сама по своему платью иду, ну, и хорошо, Зайцев взял, буквально меня так заталию, так как куклу, тряханул, поставил, я пошла уже, потом платье подняла. Где платье доставали? В Америке. Мы когда уже с ним все договорились, что это все так будет. Вы договорились или он предложение сделал? Предложение, конечно, сделано, но уже мы стали обсуждать детали. Кольца мы купили на чемпионате Европы в Копенгагене, не знаю почему, а там, я говорю, ну, давай, я говорю, все-таки там больше месяца турне, давай уже поближе к концу, будем что-то тогда искать, чтобы это все с собой не возить. Ну, естественно, в самом первом городе мы пошли покупать, значит, я платье, вон костюм, вот, и, может быть, почему и было хорошо, это как раз был Лос-Анджелес, и у нас было три дня, то есть мне там смогли подшить, потому что ростом не вышло, вот, а он костюм себе купил, и мне, когда я пришла забирать, это все уложили в такую коробку, большую коробку, и потом эта коробка все время с нами ездила, естественно, каталась, и все мне на это, я так жалею, что я потом с этой коробкой, вот, совершенно по-варбарски, потому что все ребята, которые были в туре, что-то написали, что-то нарисовали, сама коробка была уже ценностью, не оставили. Можно было без суда обойтись во время развода? А как в Советском Союзе? В любой ситуации. Невозможно? Даже если по-мирному, все равно через суд все. Вы не знаете законов, знаешь? Нет, мне кажется, что если ты подаешь заявление, ни у кого нет претензий, все равно. А он из-за того, с кем остается ребенок, или вообще сам факт? Сам факт. Сам факт. Тяжело прошло? Ну, он просто несколько раз не являлся, потому что это же гражданский, да, суд, а уже когда ты там два-три раза не являешься, тебя уже доставляют. То есть доставили? Да, доставили. А так как я прилетала откуда-то, со сборов, там еще что-то, ну, в принципе, я нарушала дисциплину, наставляла там, хотя у меня спортсмены не одни оставались, а там и со вторым тренером, и с хореографом, а я вот на этот день приезжала, прилетала, приезжала, посижу, подожду, там сколько ждут, там час-два, нету-нету, значит, суд переносится. поэтому, а сам суд, да нет, мне кажется. Вы потом в каких отношениях остались? Ну, вы знаете, любой развод это, это болезнь. С любой болезнью ты справляешься лучше или хуже, быстрее, или тяжелее, да. Вначале не очень, потом нормально. То есть, он с Сашей нормально общался, и никаких проблем не было? Конечно. Решение о переезде в США тяжело удалось? Вы знаете, это не переезд, мне предложили там работать, у меня был контракт. Это все равно длительный период? Контракт у меня был на три года, вернее так, он был на два года точно, а третий год с пролонгацией, если я захочу. Ну, непростое решение, конечно. Что было за, что удерживало здесь, что перевесило? Первое было очень интересно, да, вот вы когда спрашиваете, например, наших хоккеистов или там тех же футболистов, поиграть в НХЛ это совершенно другой уровень, да, не потому что там в другую страну уедешь там или какие-то гонорары, нет, чисто профессионально это очень интересно, я не знаю, как это людям объяснить, потому что даже наша журналистика, они пишут про гонорары, они пишут про еще что-то, они не пишут, а главное. Деньги всегда всех интересуют, конечно. Деньги, но они, понимаете, сколько существует люди, столько мы и живем, ничего нового пока никто не придумал, по-разному они только называются, эти деньги, но, наверное, люди, которые пишут, никогда не горели своей работой, никогда не стремились к какому-то совершенству и большему познанию, да, вот для них работа – это служба, а для нас, особенно в спорте, это действительно горение, это все время поиски чего-то нового, познать это, вот попробовать, посмотреть, вот то, что называется профессиональным интересом, вот даже понятие профессионал, это не тот, который приходит за зарплатой на работу, а тот, который в своей работе достигает какого-то совершенства, поэтому это было, для меня вот это было в первую очередь, во вторую очередь, ну, какая-то смена обстановки, и учесть, что вот после рождения второго ребенка мне как-то очень по-отечески в Динамо предложили посидеть дома, то я не испытаю чувство материнства, вот, я послушалась их советов, я понимаю, что это мужчины от добрых чувств советуют женщине испытать материнство, которое они сами чувства никогда не знают, вот, и практически меня взяли вот так из фигурного катания попросили, да, но все равно тянет, и, наверное, вот это, конечно, супруг тоже хотел попробовать, он уже в тот момент занимался бизнесом, ну, какая-то смена, почему я и согласилась, это был контракт, это не просто взяли и уехали, я совершенно официально получила документы в Министерстве иностранных дел, то есть я не просто уехала и осталась, это был контракт, который был подписан с двух сторон и решался, разрешение работать принималось все-таки в Советском Союзе. кто из учеников оставил наиболее сильное впечатление по американскому периоду работы? Наверное, Мишель Кван, Саша Коун, ну, конечно, для меня больше парное катание, да, но здесь... Тем более чемпионами мира стали. Вы знаете, это не впечатление, это вот, как бы, одиночное катание для меня это несколько другое, если там с Мишель это была, вот, чем эти две девочки с ними, на каждой тренировке это была борьба, это была какая-то вечная конкуренция, поэтому здесь можно говорить о впечатлениях. В парном катании там со мной сильно не поборешься, поэтому там уже была... Работа, работа тоже абсолютно обоюдная, согласие. Знаете, что меня, конечно, в этом плане научила Америка? Не держаться за учеников, вот, не бояться им дать больше свободы. Вот у меня могли они делать программу у этого тренера или взять уроки у другого тренера. Я считаю, что вот это обогащает всех. есть у каждого тренера и у каждого спортсмена сильные и слабые стороны. Зачем я буду держаться и делать что-то плохо, когда это все равно мои ученики, значит, кто-то может им помочь в этом плане больше, чем я. Когда увидели Сашу и Мишель, сразу поняли, что это перспективные и с очень хорошими задатками девочки? Саша, да. Саша, потому что у Саши столько ее природа наградила. В ней сразу это было видно. Но у Саши такой характер. Ой-ой-ой. Мишель, нет, она трудяка. Она абсолютный дятел такой. Каких-то сверхфизических данных, прыжокчик, очень маленький, верткий. Эмоционально она нет. Нет такого порыва. Она не очень сильно была растянута, но она фантастический трудяка, просто фантастический. Контрактная система нужна в фигурном катании? Конечно. Она везде нужна. Потому что если посмотреть, например, на Лизу Берестовскую, которая в этом сезоне от Давыдова из ЦСКА ушла к Тудберидзе, в этом же месяце от Тудберидзе ушла к Плющенко, не прошла там просмотр и вернулась в ЦСКА. Как это вообще представить? Вы знаете, это как раз к вопросу о том, что я говорила раньше. Ты можешь попробовать, чем отличается работа на Западе тренеров фигурного катания. И наш тренер, он работает очень закрыто. Он абсолютно хозяин положения. И положение ученика достаточно находится под давлением. Шаг влево, шаг вправо уже нехорошо. Только если они вместе договорились, они вместе едут, делают программу у Зуева или еще что-нибудь. Здесь совершенно когда я работала, и для меня это все-таки 90-й год. для меня это было большим откровением, что ко мне обращается какой-то спортсмен. Единственное, что у нас нету, это то, что называется профессиональная этика. если даже ко мне обратился какой-то спортсмен, я у него спрашиваю, согласен ли его выводящий тренер. Это разные вещи, выводящий тренер. Если нет, если он не спросил, то я прошу телефон, я звоню этому тренеру, спрашиваю, что, где он видит, где я что-то могу помочь. То есть я не устраиваю скандалы, не начинаю в твиттере, в интернете поливать и сливать какие-то переговоры. Я с этим тренером уточняю, какие формы работы. Это ровно то, о чем говорил Ару Тюнян, когда папа Саши Трусов ему позвонил, и он сказал, так, пожалуйста, пусть мне позвонит Били Горшков или Тутберидзе, чтобы я был в курсе, что это все в нормальных условиях. Это так и есть, да, потому что, например, если ко мне приезжали ученики из Европы, они привозили от своих тренеров какое-то письмо, что там, над чем поработать, что сделать. Или заранее созванивались, говорили, нам нужно музыкальное сопровождение, а вот если в этот момент подъехал какой-то хореограф, который бы помог мне что-то сделать. Знаете, более профессиональная и во всех пониманиях работа. То есть должно быть регулирование все равно всех процессов. Абсолютно, да. Хрустальный после перехода Тарасова и Морозова можно назвать номер один Центр фигурного катания в России? Ну, не знаю. Знаете, мы все смеялись, что в свое время у Жука было, так грубо говоря, право первой ночи, да, у него был отбор, он первый отбирал, да. В принципе, у нас все тренеры так работали, и мы ездили, даже вот я, когда только-только стала работать, мы ездили, у нас были такие соревнования «Олимпийские надежды» в конце сезона, и мы всегда там отбирали ребят, смотрели, почти что все ведущие тренеры туда приезжали, потому что чуть-чуть вперед надо смотреть, и сейчас-то можно хоть видео прислать, а тогда это надо, потом, я всегда считаю, что спортсмена надо смотреть на соревнования. Стрессовые ситуации. Это не стрессовая, понимаете, вы можете научить человека и прыгать, вы можете научить и ногу даже высоко поднимать, или еще что-то, но на соревнованиях мы все хищники, вы зайца хищником никогда не сделаете, а это может проявиться только вот больше, потому что смодулировать даже на тренировке вот эту соревновательную ситуацию невозможно. ПТА-ли всякие там и прокаты, и пятые, и десятые, но это все равно немножко все другое. Поэтому какое место, ну, наверное, нас не это должно волновать, нас должно волновать, что у нас появляются талантливые, хорошие ребята, а кто какое первое место или второе, мне кажется, уже абсолютный, чем больше таких центров будет, потому что когда есть внутренняя конкуренция, тогда есть и прогресс, и хорошие результаты. Вот, другой вопрос, что вот это начинается, пришли-ушли, весна всегда у нас такой период переходов или распадаются, или наоборот образуются новые пары и танцевальные дуэты. Вот весна, ее хорошо бы пережить поспокойнее, тем более впереди олимпийский сезон. Чем меньше будет таких стрессов и удовлетворения амбиций, потому что амбиции они есть, как тренерские, есть родительские, есть амбиции спортивные, да, ну, наверное, потому что если говорить о бесконечных переходах, ну, та же вот Тарасова-Морозова, ну, они с 18-го года все время что-то меняют. Ну, да, Мозор, Траньков, Зуева, Тутберидзе. Ну, это называется у нас вообще ходить по рукам. Посмотрим. Это к вопросу, когда вы сказали, почему я не ушла от Тарасовой, хотя уже были какие-то у нас недопонимания. Недопонимание в работе есть всегда. Сомнения есть всегда. Страшнее, если нет этих сомнений. А недопонимание с Тарасовой и ваши последние перепалки с ней, это... А это разные вещи. Во-первых, у меня с ней... То есть это не эхо оттуда? Нет, нет, нет. Во-первых, где перепалки-то? то она в ваш адрес скажет, я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь. Сколько лет? Ну, долго. Просто, вы знаете, я давно ее из своей жизни вычеркнула. Но все время чего-то кто-то лезет. Или ее продвигает. Или все время какие-то то были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить. Ну, все, мы разошли. Знаете, есть Северный полюс, есть Южный полюс. И никаких вариантов объединения полюсов? На чем объединиться и ради чего? Ради фигурного катания. Ой, я вас умоляю, я уже фигурным катанием тоже не занимаюсь достаточно давно. Скучаете по льду? Нет. Нет? Нет. А когда последний раз для удовольствия выходили? Для удовольствия? Ну, просто вот выйти покататься. Просто потому, что хочется. В 1980-м году. Когда все запомнили слезу? Нет. Это когда я прощалась с публикой. Все, на этом закончилось. Вы, кстати, историю фотографии знаете со слезой? Ну, да. Мы же это не видели ничего. И когда пошли потом на пресс-конференцию и нам задают вопрос, я еще думаю, откуда они знают? Потому что мы же стояли в самом центре катка. Вроде кто должен был видеть? А там тогда уже появились эти переносные камеры и в темноте как раз камеры подошли. Мы их не видели. У вас эта фотография дома есть? Нет. Нет? Нет. Потому что она же как принято сейчас говорить такой канонический кадр фигурного катания именно вот Слеза Родниной. Знаете, это был такой момент, который он же не на картинке родился, он здесь родился. Поэтому если это было, то это здесь и осталось. Как уже картинка выглядела, это уже больше для зрителей и для публики. Последний прокат перед зрителями прощания. как проходил? В Лужниках. Нет, я имею в виду эмоционально. Вот ваше состояние, когда вы понимали, что вы к 30 годам став самой титулованной в фигурном катании спортсменкой, с таким количеством титулов последний раз выходите перед в фигурном катании. Очень хорошо. Ни тоски, ни ностальгии, ничего не было. Очень радостно. Я закончила заниматься спортом абсолютно удовлетворенной. Ну и шоу. По всех результатах. Это мало кто из спортсменов может сказать. Вот по всем позициям. Может быть, мне, конечно, хотелось большего творчества в программах. Это одна из причин, почему я выбрала тогда Тарасову. Но, видно, ей с нами было очень тяжело творить, потому что мы такой крепкий орешек. Потому что творишь это тебе должны в этот момент все помогать. А мы очень были с Зайцем скептически, с осторожностью. И в этот момент творчества оно должно летать. А тут тебя все время приземляют и говорят, что здесь на двух ногах нужно, а здесь наружнее ребро никак не получится. И пятый, и десятый. И вот она поэтому все время кричала, что вы мне наступаете на горло моей песни. В какой момент решили пойти в политику? Вы знаете, я ведь когда закончила выступать, я же работала в Центральном комитете комсомола, просто это мало кто как знает, но вот такой для меня первый, наверное, был опыт. Еще даже выступая, я была членом комитета защиты мира. То есть я уже тогда по многим таким общественно-политическим мероприятиям и бывала. То есть я достаточно постепенно, не торопясь, я входила и в общественные, и в политические различные движения. А когда уже приехала сюда, ну, наверное, это было связано еще с тем, что вся нормативно-законодательная база нашего спорта была практически на нуле. Потому что то, что было в Советском Союзе, сейчас все вспоминают, но мало кто знает, как это было юридически и финансово оформлено. Вот сейчас спросите кто-нибудь, вам что-нибудь кто-то скажет? Я думаю, что нет. Вот. Вот я как раз, наверное, тот самый случай, когда я и работала и как спортсмен, потом как тренер вот в то в советское время и даже в ЦК Комсомола, потому что у нас такие турниры и мероприятия, как «Золотая шаба», «Кожаный мяч», «Белая ладья». Они шли по линии Комсомола. И Комсомол их оплачивал, и Комсомол их проводил. Да, это сейчас мало кто может вспомнить. И я как раз за это вот больше всего и отвечала. То же самое комплекс ГТО. То же самое это было по линии. Которые вернули сейчас. Ну да, расписались в своем без идейности. Ничего нового мы не можем, как хорошо даже незабытые, переделанные, старые. Вот, да, как спортивные школы. Мало кто знает, что в советское время ни ЦСКА, ни Динамо, спортивные школы не имели права иметь. Мы имели команды только, да. Почему все не любили ЦСКА? Потому что как 18 лет молодой человек, его забирали. потому что у нас не было системы подготовки своих спортсменов. Не в ЦСКА, ни в Динамо. Ну, в Динамо забирали было окей, ладно, с милицией, с КГБ не поспоришь, а с армией были недовольны. Забирали. Забирали и туда, и туда, да, в равной степени. Причем, должна сказать, что поправку вот именно по поводу спортивных школ двух этих ведомств. Мы ее внесли только, когда Шойгу пришел. И мы тогда вот говорили, что это невозможно, и как раз от армии и пошла такая вот инициатива. По поводу финансов. До 2012 года у нас отдельной строки финансирования спорта и не было. Знаете, мы ведь были после распада Советского Союза или были в системе образования. Ну, образование быстро от спорта отделалось. То мы были в системе социального обеспечения. Ну, тоже, да. Отдельно агентство. Даже это не агентство, а подчинение кому-то. Значит, что значит? Агентство не имеет своего бюджета. Агентство бюджет получают от кого? От министерства. То мы были в системе медицинской. Вот у нас отдельной строкой бюджет на спорт появилось только в бюджете 2012 года. За два года до Сочи. Да. Если нам даже, понимаете, когда там быстро все принимали, ну, нам пришлось даже быстренько переписывать уже принятые законы, потому что у нас даже слово параолимпийский спорт писалось с ошибкой. В законе пара олимпийский спорт. Нам пришлось тогда быстро делать поправки и изменения уже в существующих законах. Как отнеслись к повышенному вниманию к вам после разных историй, связанных именно с работой в Госдуме? И тот же закон Димы Яковлева, и ваш перепалка с Жириновским? Я вам скажу по поводу закона Димы Яковлева. У нас эти законы, проекты, вернее, законов, были уже несколько лет в Государственной Думе. Их было там три или четыре. То есть эта тема о том, чтобы вот так просто не разбрасываться детьми, она стояла уже достаточно давно. То, что мы его принимали в такой ситуации в связи с законом Магнитского, вот это, наверное, больше всех разозлило. Сыграло. Сыграло, да. Но мало кто, например, знает, что в 2012 году мы в течение года детей на адаптацию в Соединенные Штаты не давали. Кто-нибудь это знает? Никто не знает. И даже из наших громко кричащих журналистов никто не знал. Целый год мы не давали. Почему? Потому что, ну, как мы сейчас уже больше немножко видим, Америка практически, Соединенные Штаты, не подписывает международные какие-то договора и конвенции. Вот точно так же по детям Международной Конвенции Соединенные Штаты не подписали. Мало кто знает, что у нас такое же приблизительно количество детей уходило и в страны Европы. И вообще по всему. Вот сколько в Америку столько Европы, особенно Германии, Испании, Италии. И они продолжают туда идти. Мы только отказались это делать в Америке, потому что контроля за этими детьми нет, совершенно хамское поведение, потому что если дети уходят в какие-то другие государства, то ребенок, во-первых, до 18-летия остается гражданином России, значит, он остается под своим именем и фамилией, и каждые полгода на него идет информация, что с этим ребенком. Как только ребенок пересекает Соединенные Штаты, все, мы только узнаем, когда идут какие-то судебные процессы или какие-то несчастные случаи. Вот это была одна из причин, почему были эти законопроекты подготовлены. То, что он принимался в пику Магнитского, это, конечно, беда. С другой стороны, понимаете, мы осуждаем, что вот это нельзя. Я за все эти годы ни разу, нигде, ни на телевидении, ни в прессе, нигде не увидела осуждения тех людей, которые оставляют детей. Мы приняли все, какие только возможны, потому что принимая закон Димы Яковлева, целый пакет пошел законов, которые финансирование другое, легче брать детей на адаптацию, дети-инвалиды, их лечения, пятое-десятое, выделение площади. То есть пошел сразу такой пакет всяких льгот и преимущества, и финансовой поддержки тем и детям, и родителям, которые берут таких детей. Ну, у нас в обществе нормально, я родила ребенка и его оставила. Это как? Нормально? Ну, где-нибудь вы это видели? Это не осуждается, не обсуждается никак. Это считается нормальным. Человеку тяжело. Никакой ответственности родителей, вот смотрите, по всем вопросам государства, все, что касается детей, старается нести ответственность. И финансовую, и юридическую. Но есть еще родители, которые не всегда несут ответственность, хотя бы Конституции, по главному закону страны до 18 лет, кто у нас отвечает за детей? Родители, конечно. Родители. И если ты плохо отвечаешь, ну какая-то должна быть реакция в первое общество, а общество у нас никак не реагирует. И когда мы говорим о здоровье общества. Шириновский извинился за ту свою тираду, с трибуны. Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем, только чтобы вас не было здесь в Думе. Тогда молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время у меня мозги компонсирует. Бессовестная даже. Помолчите. А за чего ему извиняться? Он меня назвал фигуристка. Но я фигуристка и есть. Он только единственное сказал, что я хорошая была фигуристка или замечательная. Это первое. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Ну, чтобы Жириновский извинился. понимаете, это вот две вещи, которые несовместимы. Этика, тактика. Может быть, он потом подошел, похлопал по плечу и сказал, Ира, извини, был неправ. Или пошутил. Во-первых, он всегда прав, иначе я был бы Жириновским. Ну, знаете, ну, если он кричал, я понимаю, что он в экстазе. Это очень эмоционально было. Ну, потому что там очень была смешная ситуация. У меня новый сосед Пава, я сидела на первой партии. Посмотрите, я почти что всю школу отсидела на первой партии. И тут в Госдуме я попала. Это вообще издевательство, я так считаю. Значит, сейчас меня пересадили подальше, это было его желание. Владимир Владимирович. Я ему за это очень благодарна, должна вам сказать. На галерку или где-то в середине? Нет, в середине. В середине, да. Вот. И сосед, который достаточно известный психиатр, я ему рассказываю на эти кнопочки так давить это так, вот это если хотите. Кто новичок? Ну, новичок, да, вот это все рассказываю. И я отсидела в полоборота к трибуне, где Вольфович там это слюной брызжал, да, потому что я первое время сидела все время бумажку, вот лист держала, потому что я же не знаю там у него заразная эта слюна, нет, вот, а тут мне этот очень известный врач, он говорит, слушайте, говорит, ну это просто мой клиент. Я говорю, тут полгосдума, я говорю, ваши клиенты. и мы начали с ним вдвоем смеяться, но у него хороший слух у Жириновского. Поэтому вот у него такая, наверное, реакция была. Ну, слава богу, мы нормальные люди, потому что, наверное, куда правильнее переводить все на смех, на юмор, чем впадать. Самый смешной момент за время работы в Госдуме? Вы знаете, там смешных не бывает. Не, ну сейчас это вполне себе. Наверное, просто я этот момент перевела на смех. Нет, конечно, там интересно. Вот всем кажется. Вы знаете, то, что показывает у нас телевидение, показывает самое главное, это работа в комитетах. Вот как раз, когда идет вот это обсуждение, когда у нас работают эксперты, когда приходят представители от министерств, каких-то общественных организаций, вот когда действительно идет вот достаточно пережевывание вот всего того материала, который мы получаем, да, или который готовится у нас. Потому что то, что выносится на трибуну, это уже все. Сливки. Это сливки, да. Другой вопрос, что там особенно представители вот оппозиционных фракций, они это используют как определенное пиарство. Да, мы обговорили эти вопросы на комитете. Или если вы не в этом комитете, мы же можем в любой комитет прийти, там, я не имею права голоса голосовать, но право выступить любой депутат может, потому что бывают законы, которые идут от моего региона, или какие-то смежные законопроекты, то есть это абсолютно такая свободная ситуация, ну почему вы не пришли на комитет, почему вы свое мнение не высказали, когда можно еще и нужно поменять, как вам кажется. Нет, мы будем выступать, чтобы меня показали, и чтобы я такой честный, я такой правдивый, я такой правильный и прогрессивный. А реальная оппозиция в Госдуме сейчас есть? Вы знаете, я работаю вот второй созыв в комитетах, где, слава Богу, у нас всегда бывает, практически всегда, на 99,9 одинаковое мнение. Это комитет по международным отношениям, неважно какой ты фракции, какой ты партии. Это вопрос страны. И то же самое было вот в комитете по СНГ связям с отечественниками. Та же самая ситуация. То есть мы можем там не соглашаться, спорить или еще что-то, но мнение практически всегда выносится единогласно. Но вообще, если мы не берем комитет, в котором вы работаете, а тот созыв, который сейчас в Госдуме? Ну, есть, конечно. Но реальной конкуренции она составить не может? Реальной нет. Ни численно, мысли количественно, не по даже тем идеям. Я вам могу сказать, если посмотреть внимательно, как выступают особенно руководители фракций, насколько всегда бывает более содержательное выступление от фракции «Единая Россия», даже от «Справедливой России». Коммунисты всегда стали в какую-то такую оппозицию, да, и вот, знаете, back to the future, абсолютно. Может быть, из-за того, что нет смены лидерам? Не знаю, это их проблема, да, вот, я просто констатирую как факт, вот, когда выходит, когда есть и политические, и другие заявления, то что-то услышать такое, чтобы мы сказали, да, действительно, вот это здорово, вот это правильно, надо вот это делать, это в интересах, или это по интонации, или по форме преподносится так, что, ну, просто явно зарабатывание себе каких-то вот очков, какой-то свой имидж такой, я не знаю, они, мне кажется, должны что-то поменять в себе. Какой закон, в работе, над которым вы принимали активное участие, считаете самым важным за время своей работы в Госдуме? Ой, так нельзя, вы знаете, это вы, когда меня спрашивают, вот какая из 10 побед для вас самая важная? Я думаю, что даже 10 побед наверное проще. Вы знаете, дело в том, что все законы, они же разного направления, да, вот я была в комитете по образованию, ну, как его можно сравнить, закон какой-то, который касается, например, внеурочной дополнительной системы образования с подписанием договора там по каким-то нашим финансам с той же Бельгией, да, они, их невозможно сравнить. Дети, когда последний раз видели сына, когда последний раз видели дочку? Дочку я вижу чаще, чем сына, но только по телефону. По видеосвязи? По видеосвязи, да, ну, практически мы... Она продолжает жить в США? Да, ну, сейчас вообще мы никуда двинуться даже не можем, она вот родила, у меня внучка младшая появилась. Новость? Ну, ну, как, и совсем уже новость, но приятная. Как назвали? Лола. Лола. Да. Вот, естественно, где ребенок, где муж, там и... Кто муж? Муж, они вместе работали, но он абсолютно, вот, он технарь, то есть все, что связано с... Он русский, американец? Американец, да. То есть, видимо, о возвращении уже речи не идет? Вы знаете, так ведь получилось, вот мне все время говорят, вот у тебя дочь, но почему-то забывают, что у дочери есть еще отец, да, и что права, права у обоих родителей примерно равны. Ситуация была сложна тем, что по делению ребенка, потому что в Америке это три разных процесса, развод, отделение имущества и деление ребенка, вот, это все одно с другим даже и не связано. Ей до 18 лет нельзя было въезжать в Россию. Это требовал отец, этот суд удовлетворить, потому что в тот момент Россия была страна с неустойчивой политической и, естественно, экономической структурой. Поэтому я и задержалась там, понимаете, когда был этот суд, ей было 6 лет, то есть я пробыла там значительно дольше, чем я планировала, до 17 ее лет, потому что потом уже, понятно, она более взрослая, уже определились, куда пойдет поступать, и поэтому я могла уже спокойнее отъехать. Естественно, она получила образование в школе, она закончила школу там, она закончила и там университет, потому что я пыталась и приглашала, и она даже проходила и собеседование, и какие-то тесты писала, хотя никогда не учила русский язык, но, как ни странно, написала вполне прилично в ГИМО, но она очень логичный человек, она мне сказала, говорит, мама, я хочу получить профессию на том языке, на котором я получила образование. Ну, это правильно. Это правильно. Конечно. То есть что, мне даже возразить нечего, сказать, что у меня не было попытки и предложить здесь. Естественно, когда человек хочет получить профессию, а не просто диплом и хорошее образование, чтобы эта профессия потом дальше стала интересной, то, наверное, ее надо получать очень глубоко. Ну, а дальше работа началась. Она работала в Rush Today, вот, RT Америка в Вашингтоне. И как раз, наверное, через годы два с половиной она была как раз в списке журналов Forbes 30 из 30, то есть политические журналисты, которые освещают политику, до 30 лет и 30 лучших таких журналистов. Вот из всей нашей страны, она одна такая оказалась, свои там 25 лет, у нее уже были ежедневные программы, без всякой бегущей строки, в Вашингтоне именно вот встречался с политиками, с людьми, которые имеют большое международное и общественное значение. В 25 лет это, я вам скажу, это непросто, тем более там серьезные политики. Когда побывала в России впервые? Дочка. Или она не приезжала в итоге? Нет, почему? Она приезжает регулярно. Ну вот сейчас только пандемия. Ну это понятно, да. Вот так постоянно. А Сашу почему реже видите? Ну потому что он живет рядом. У меня поэтому вопрос такой. Вот. Но зато я его вижу, вот как вам сказать, можно и пощупать, и потрогать. Вот. Ну что работает, своя семья, свои поездки, свои планы. Внучка тоже. Внучка, дочь. У меня две внучки. Да, я в этом плане счастливая бабушка. Балуете внучек? Нет. То есть ближнюю маленькую? Нет. Нет. Во-первых, и некогда. Во-вторых, я, наверное, не та бабушка, которая вот сидит, сисюкается, занимается. Я вот бабушка, которая больше летает, приезжает. Ну вот, наверное, так. Коньки подарите внучкам? Ну вот старше я дарила, а младше еще пока рано. И как старшая на коньках? Ну попробовала, и никак. Не пошло? Нет, абсолютно. Учесть, что там все бабушки очень и дедушки спортивные. Потому что другая бабушка, это Галя Карелина была такая фигуристка. Значит, дедушка Саша Зайцев, а другой дедушка, это Толя Матавилов. то есть как бы гены и родословные замечательные, но она решила, что она может совершенно спокойно без этого обойтись. Чем сейчас увлекается? Ну, учит языки, танцует. Такой нормальный, совершенно вот современный ребенок. Вся в ТикТоке там. У вас с социальными сетями сейчас как? Ну, я смеюсь, вам фингерпринт, то есть пальчиком одни могу. вот, ну, то, что нужно для работы и для элементарного общения и для получения информации, то абсолютно, как говорится, нормально, но не более. Я, то есть, не углубляюсь в это дело и не болею этим делом. У вас Твиттер, Инстаграм? Да. И все? Других соцсетей нет? Нет. Ну, знаете, одноклассники, это же надо вот это сложно сочиненные, сложно подчиненные, сочинения Советского Союза. Понимаете, мне чем нравится вот Твиттер, даже сейчас они прибавили, коротко и ясно. Да, то есть, это абсолютно сегодняшняя информация. Есть события, есть реакции или наоборот есть какая-то очень короткая информация. Дальше, если ты владеешь всем этим, ты уже получаешь и ищешь дальше информацию. Сколько у вас в подписках? Кого вы читаете? Много? Я тоже не знаю. Ну, я очень много читаю тех, которых мне нужно по работе. Да, вот всех, кто по моему избирательному округу там каким-то чатом подключаются. Ну, так, я не болею ведь. После истории с Обамой тщательнее к безопасности стали относиться? Я к этому не имела никакого отношения, честно говоря. Ну, так подловили вот по-другому, да, хотя, знаете, столько лет прожив в Америке и у меня как бы и к людям другого цвета кожи и к банану у меня совершенно нормальные отношения. Ну, так, кому-то надо было что-то, это самое, потому что, ну, может быть, в футболе банан это раздражает, да, у нас как бы в других видах спорта это нормальный хороший фрукт, который быстро утоляет жажду. Мне на это было, честно говоря, смешно даже по-своему смотреть, хотя и больно, потому что куда есть более интересные темы и вообще никакой реакции и никакого даже там ни лайка, ни репоста, а вот на какую-то, вот знаете, вот буквально ерунду, у нас народ просто падки. Помимо фигурного катания, какие виды спорта сейчас представляют интерес для вас? Теннис. Как вам наши мальчишки? Мальчишки молодцы, мальчишки молодцы, но вообще теннис, я понимаю, что он аппеттаун, но все равно молодцы. Хоккей очень рада за омский авангард. За омский авангард Ирину Константиновну. Вас сейчас болельщики ЦСКА не поймут. Почему? Я ЦСКА, вот как он сказать, душой, кожей, телом, мозгами, вот всем, потому что я абсолютно выступала и только за оденку. И тут омский авангард. Я объясню, почему, потому что я была депутатом от омской области, и я знаю, что такое омский авангард для жителей этой территории. Это детище, которое было создано в свое время губернатором еще в советское время. Сколько там внимания и сколько положительных эмоций и вообще переживаний. Какая там публика болеющая. Сколько ждали, а чемпионами стали в Московской области? Нет, они были уже чемпионами. Уже были. Пауза, ну, слушайте, разные спортсмены, разные тренеры, разные условия. Они уже были, не надо. Я посмотрю, кстати, мне кажется, что очень большая пауза была. Большая пауза была, много лет была пауза. Я даже не уверен, что они в КХЛ выигрывали. По-моему, нет. По-моему, до КХЛ. Я проверил. что они были. Нет, были, да, но, по-моему, в КХЛ первый раз. И так вот получилось, что именно после переезда. Ну, я могу сказать, что, конечно, и по финансам, к сожалению, финансы в профессиональном спорте сейчас все больше и больше имеет значение, да, но не сравнить ни с Калининград, ни ЦИСК, давайте честно говорить. И если они смогли в этой ситуации собраться, потому что я не знала, что ЦИСК мешало выиграть. Я вот, я не увидела причины проигрыша, просто вот, ну, как надо сказать, где-то потеряли неуверенность. Вот это, вот, целеустремленность, вот это, знаете, когда можно все, и нужно, вернее, не можно, а нужно все отбросить, и есть только одна вот цель. Какая цель у Ирины Родниной? Сейчас? Сейчас, ну, я сейчас не занимаюсь спортом, и, наверное, я себе могу позволить более свободный график. но у меня есть очень хорошие проекты, я благодарна партии «Единая Россия», как бы, кто бы, не ерничала, но вот этот проект, который мы начали в 2009 году, а поддержали его в 2008 году, и это сначала был дворовый спорт, который продолжается, вот, причем это не финансы, ничего, это сегодня это 75 регионов, каждый регион по-своему решает этот вопрос. Дальше он перерос в школьный спорт, почему? Потому что, ну, посмотрите, в 2009 году еще у нас площадки во дворах, муниципальные площадки были в жутком состоянии, и мы волей-неволей переместились на школьные площадки, потому что наша главная задача, чтобы вот это внеурочное время, а особенно вот дворовый спорт, это летнее больше время, хотя сейчас круглый год, мы просто понимали, что кризис и большое количество детей останется без организованного отдыха. Ну, хотя бы там два-три раза в неделю им организовать какие-то занятия, и по выходным какие-то соревнования даже между двором, между там домами, вот, переросло это школьный спорт, но на сегодняшний день все, что касается школьного спорта, мы имеем полную законодательную базу, то есть у нас есть понятие школьного спорта, школьный спортивный клуб, у нас теперь появилось даже понятие школьная спортивная лига, то есть вот эта организация, создание этих всех условий у нас идут как раз по этому направлению, такие фестивали, я их не называю, соревнования, у нас не стоит задача выполнения разрядов и подготовки, если появляются талантливые ребята, только замечательно, но это фестиваль школьного спорта стран СНГ, и мы имеем модельный закон для стран СНГ по школьному спорту, это игры юных соотечественников, вот, последний раз, ну, двадцатый нет, в девятнадцатом, это шестьдесят стран, это дети из шестидесяти стран приехали, это опять не спортсмены, ничего, и у нас главное там один язык, это русский, это соревнования по таким видам спорта, которые именно возможно в школе развивать, вот, у нас такой же идет турнир, это Тихоокеанского, Азиатского, вот, этого региона, и Каспийского моря, там поменьше стран, но добираться все равно сложнее, вот, и когда мы перешли в школу, мы увидели весь ужас и кошмар того, что имеют наши образовательные учреждения в плане проведения занятий по физической активности, да, и у нас пошла программа, вот здесь действительно, я и Дмитрий Анатольевич поддержал у нас Медведев реконструкции спортивных залов сельских школ, но вот последних два года это уже не только сельские школы, но и малые города, и поселки городского типа, то есть вот за эти годы, начиная с 2014 года, и здорово, что это после Олимпиады, сразу в феврале было дополнение к бюджету принято, уже 10 тысяч школ мы привели с зала в порядок. Я вам пожелаю целеустремленности, и чтобы в любой ситуации оставалась цель, все равно, даже вне спорта, которой были бы силы и желания двигаться. Спасибо. Спасибо.